Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И меня заинтересовало... Я несколько раз туда ездил, туда-сюда, в течение этого дня, и цифры вот менялись. Я однажды спрашиваю у одного брата, ну как-то мне интересно, что за цифры здесь? Он говорит, это роддом. И на роддоме просто показывается, сколько детей за сегодня родилось там. Ну или там за неделю, или за месяц, я не помню точно цифру. И вот рождаются дети, прибавляется циферка. Друзья, вот так и в Царстве Небесное написано, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это было в древности. Я думаю, что оно и сейчас так происходит. Где-то там человек обратился к Богу, уверовал, где-то там. И циферки прибавляются. Иногда они замерли, и какое-то время не прибавляют у циферок, потому что никто не кается в этот момент. А потом какое-то молодежное общение или подростковое, и циферки сразу плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре. И быстро, 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 потому что много каются на этот момент. Друзья, вот сегодня тоже будет возможность вам покаяться. Вы знаете, как это делать. Это надо идти вперед, склонить свои колени и помолиться Богу. Друзья, но прежде чем мы дадим эту возможность вам, я прочитаю текст Священного Писания. Хочу, чтобы вы внимательно слушали. Я думаю, что вы его часто слышите. Его читают очень часто на вечерю Господню. Ежемесячно в наших церквах происходит вечеря. И когда читают о вечере, то иногда читают и этот текст. Иногда нет, иногда читают. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 31-32 стихи. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Друзья, здесь несколько раз употребляется слово «суд». Я думаю, что вы все знаете, что такое суд, но думаю, что никто из вас никогда не был судим. Я имею в виду судом этого мира, чтобы вас вызывали как человека, которого надо осудить или приговор принести. Друзья, вообще слово «суд» в нашем языке довольно употребительное. Например, даже слово «судьба», оно включает в себя слово «суд». Вообще суд – это решение или приговор. И к такому делу люди относятся очень серьезно. Иногда люди получают повестку в суд, и их сердце трепещет. Друзья, вот в нашем лагере, вы все бываете в лагере христианском, бывают такие дети, мальчики или девочки, ну чаще мальчики, которые ведут себя не очень хорошо, и вот им делаешь замечание. Так, ты почему балуешься? Ну, они по-разному реагируют, иногда что-то возразят, иногда скажут, хорошо, я больше не буду. Иногда бывают подростки такие, которые, ну, как бы нагловато себя ведут. И вот им раз сделали замечание, два сделали замечание, и они даже посмеются. Я видел такой случай, когда один брат сделал замечание, говорит, вот еще раз так будешь делать, тебе будет плохо. Он говорит, да, да, хорошо. Брат отошел, а этот подросток к другому говорит, вот, ты видел, какой я? И он в следующий раз смеется. То есть он такой, похвальба такая, он смеется, у него ни слез на глазах, ни раскаяния, ничего. И этот же самый подросток на следующий день опять провинился. И этот брат ему говорит, я тебя предупреждал, да, вот сегодня у нас будет вечером совет, и мы сегодня решим, отправлять тебя домой, или ты останешься в лагере. И я смотрю, как у этого подростка меняется лицо. Он был такой веселый, такой жизнерадостный, и он даже в эту секунду сказал, ну и что, отправляйте домой, мне такое дело. Но прошло пять минут или десять, и он приходит, и у него глаза уже мокрые. И он говорит, не надо отправить меня домой. А брат говорит, я сказал, будет сегодня совет. После костра вечером мы соберемся с братьями и будем решать твою судьбу. А это утро. И вы знаете, и он в таких переживаниях целый день. Я смотрю на него, на него лица нет. Он ходит, он уже не играет со своими друзьями. Он там, он сидит на лавочке, он подает к одному брату, подает ко второму брату, потом к третьему брату. И вот такая у него вечером решает судьба. Костер для него показался таким длинным, когда уже он кончится, будет решаться. И потом после костра братья собрались, его позвали. Это как будто бы другой человек совершенно. Это не тот такой, который довольный. Все, суд. Сейчас решается его судьба. Однажды мне пришлось быть на суде. Один раз в жизни я был на суде. Ну, я еще раз был, но там я был просто как свидетель. А здесь заинтересованная сторона. В нашей жизни случился такой случай, когда мы переехали в город Ельц, мы купили дом. И когда мы купили этот дом, один человек продал нам дом. Но он продал его нечестно. Оказалось, что у этого человека, это пожилой человек, уже такой дедушка, у него был приемный сын, уже взрослый, ему было лет 30, наверное. И он с этим приемным сыном не посоветовался, когда продавал дом. Подстроил так документы, что оформили все, а потом сын появился и говорит, а я-то наследник, я хочу часть этого дома, а ты продал дом без моего ведома, все. И он подал этот наследник в суд. И вот мне приходит бумажка, от суда такая написана, вас вызывают в суд, как третью сторону. То есть есть обвинитель в суде, есть тот, кто обвиняет, есть тот, кто отвечает, ответчик. А вот мы третья сторона. То есть мы заинтересованная сторона, потому что нам же дом продали. Но мы в их отношения не вникаем, понимаете, да? Ну, я пришел, не сильно переживая за то, что сейчас будет, потому что я-то, ну, как бы они там дерутся между собой, а нам нет какая разница. Вот, собаки лают, как говорится, караван-то идет. Вот. Но когда я пришел, то судья говорит, мне говорит, Денис Владимирович, вы понимаете, что если они сейчас между собой не договорятся, то вы дом потеряете. Я говорю, стоп. А я при чем? Вы понимаете, говорит, он продал дом. Он на это не имел права на продажу дома. Если теперь его сын докажет, что он не имел права, то эта сделка будет признана ничтожной, то есть она аннулируется. И дом отойдет к прежнему владельцу, и его будут продавать заново. Я говорю, а деньги? Ну, деньги пропали. Он так это легко сказал, но мне легче не стало. И вы знаете, и вот суд. Идет суд, приеме сторон, одни рассуды, а я стою, и я совершенно уже не третья сторона. Мне уже очень интересно и страшно, чем кончится дело. Друзья, ну, судья оказался человеком мудрым, он предложил некоторое решение проблемы, на которое согласились обе стороны, и они подписали, так называемое, мировое соглашение, договорились друг с другом, и дом остался у нас. Друзья, суд, это очень страшно. Вот текст, который мы сейчас с вами прочитали, он говорит о трех судах, что вообще три суда. И я, друзья, понимаю, что уже поздно, и ваше внимание немножко утомилось, но я поставил себе такую задачу, и я хочу, чтобы вы обязательно вот это усвоили. Вы можете забыть те примеры, которые я рассказывал, и буду рассказывать. Вы даже забудете какие-то нюансы, но запомните самое главное, что я хочу сказать. Вот это самое главное, скажу чуть позже, чтобы вы могли более запомнить ее лучше. Итак, три вида суда. Первый суд. Какой суд? Здесь описывается суд, который будет над всем миром. Друзья, вы это прекрасно знаете, вы ходите в собрания, вы растете чаще всего в семье, где верующие родители, вы читаете Библию, вы прекрасно знаете, что время этой жизни на земле скоро закончится. Это может быть в этом году, это может быть в следующем году, это может быть в ближайшие 10 лет, мы не знаем когда, но, друзья, написано определено и конкретно, что будет время, когда эта жизнь на этой земле закончится. Но, когда бы не закончилась жизнь на всей земле, для каждого из нас с вами, она закончится может прямо сегодня. Это причем не зависит от возраста, не зависит ни от чего. Это может закончиться когда угодно. Что потом ожидает человека после того, как он умрет? Вы знаете, написано, ожидает человека суд. Друзья, вот я прочитаю про этот суд. Это посланник фессалоникийцам, второе посланник фессалоникийцам, первая глава, седьмого стиха. В явлении Господа Иисуса Христа с неба, то есть Господь Иисус Христос в какой-то момент времени придет с неба таким образом, что его все увидят. Верующие, которые верили и ждали его, обрадуются. Неверующие, которые не верили, не ждали, удивятся, но сам факт, что они обнаружат явление Господа Иисуса Христа. С ангелами силы его. Он придет в ополчение, огромное ополчение ангелов, воинство небесное. Оно было тогда видно одним пастухам, а теперь оно придет во славе своей, и вся земля это увидит. И посмотрите дальше. «В пламенеющем огне совершающего отмщения, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию в вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». У вас у всех очень хорошая фантазия, я точно знаю. Давайте представим еще раз. Итак, Господь Иисус Христос приходит с неба с ангелами силы его. И что его окружает? Пламенеющий огонь. В пламенеющем огне совершающего отмщения, не познавшим Бога и не покорившимся воле Его. Смотрите, как это страшно. Которые, вот эти люди, подвергнутся наказанию в вечной погибели. Друзья, кто бы из вас хотел хотя бы посмотреть на этот суд? Наверное, это очень страшно. Никто бы не хотел. Мы бы хотели все это избежать, друзья, но этот суд обязательно будет. Он ждет нашу вселенную, он ждет нашу землю, он ждет абсолютно каждого человека. И в то время люди будут говорить, горы, падите на нас. Куда мы скроемся от лица Господня? Никто не сможет убежать. Недавно один молодой человек мне рассказывал, он говорит, я еду на машине. Он в такой гордости, в похвальве рассказывает, еду на машине, и вдруг за мной пристраивается полицейский автомобиль, а я еду с нарушениями, с определенными. И мигалка, и говорит, водитель, остановитесь. И я, говорит, по газам, и вперед. И они за мной, и, говорит, так было весело, и, говорит, я убежал. И скрылся. Друзья, я говорю, а вот если бы ты не скрылся, что было бы? Ну, там лишение прав, там, я не знаю, что еще может быть, был какой-то штраф, но он скрылся. Друзья, здесь написано, от этого лица Божьего никто никогда не скроется. Горы, падите на нас. Земля, скрой нас. Ничего этого не будет. Суд Божий пришел на землю, и суд Божий вывел наружу всех людей. И все люди будут подвержены этому. Страшно. Мы не хотим там быть. Друзья, но есть такая, вот здесь вмешивается Бог в эту ситуацию. Бог настолько любит нас с вами, всех, что Он не хочет, чтобы мы были на этом суде. Он знает, что мы этого суда достойны. Он знает, что мы на этом суде должны быть. Он знает, что по этому суду мы должны быть приговорены к наказанию вечной погибели, но Он не хочет, чтобы мы там были. И вот Бог предлагает нам план. Посмотрите, я прочитаю два текста Священного Писания. Первый текст. Давайте мы их сравним. Первое. Евреям 9, 27. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Первый текст. Друзья, кому положен суд? Вы еще вообще способны слушать, да? Итак, всем человекам положено однажды умереть, а потом суд. Кому положен суд? Всем человекам. А вот тебе положен суд? Ты же все, да? Подходишь? А вот мне. Всем человекам. Друзья, ну мы же не хотим на этот суд. Вот представьте, вам пришла повестка, на суд за вас будут судить. Это же не хочется. Но есть второй текст. Истинно, истинно говорю вам. «Слушающий слово мое, и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». Красота. Друзья, вот та повестка, которая нас обрекает на этот суд, мы обязаны на него явиться рано или поздно, и вся земля там должна быть, и воочию увидеть гнев Божий, изливающийся на землю. Вот этот суд мы можем миновать. Кто не приходит на суд? Верующий во Иисуса Христа, исполняющий слово Его и верующий в Него. Очень хорошо. Друзья, казалось бы, вопрос решен. Все, мы теперь верующие. Кто не верующий? Вот поднимите, кто верующий руку? Поднимите руку, кто верующий? Вот все. Друзья, вы на суд не приходите. Хорошая новость или нет? Евангелие. Хорошая добра новость. Вы на суд можете не приходить. Но есть еще одна опасность. Тут написано, верующий, слушающий, исполняющий. А вот те из вас твои руки подняли. Вы всегда слушаете Слово Божие? Всегда его исполняете? Всегда угодно Богу или нет? И здесь, друзья, происходит такая ситуация. Человек может не ходить на суд, но он своей жизнью показывает, что он все-таки должен на этот суд пойти. Потому что он не всегда Бога слушает, не всегда Богу подчиняется. Друзья, и здесь Бог, Божья любовь проявляется еще сильнее. Он говорит, вот чтобы вот этих моих детей Божьих, которых я очень люблю, и которых я спасаю от этого вечного суда, чтобы они все-таки туда не попали, но они себя ведут таким образом, что они туда все-таки все равно попадут. Хотя я не хочу, чтобы они попадали. Я их буду здесь, на этой земле судить, вот здесь, сейчас, чтобы они тогда в вечности не были осуждены. Друзья, и здесь мы встречаем новый, второй вид суда. Это суд какой? Здесь, на земле. Вот, например, я расскажу вам один пример. Была такая женщина, изволили Мариаме. Помните такая Мариаме, да? Она была сестра кого? Моисея и Аарона. И вот однажды у Мариаме случилось искушение. Она, не выдержав искушения, решила упрекать Моисея вместе с Аароном, братом своим. Это описано в книге чисел 12 глава. Вот она упрекает Моисея, вот ты вот это сделал плохо, вот это сделал, там жену себе не ту взял, и так далее. Вот она упрекает, упрекает. А Бог смотрит на эту ситуацию, ему не нравится, что Моисея упрекает его сестра. И он наказывает Мариаме проказы. Вы помните, да? Она вся покрылась проказой. Я задам вам вопрос. Зачем Бог наказал Мариаме проказы? Как вы считаете? Чтобы она умерла? Нет, она выздоровела потом. Зачем? Чтобы она поняла, что она поступает неправильно. Так же, да, друзья? Вот она поняла, что она поступает неправильно, испокаялась, извинилась, убрала у себя грех, и теперь ее не за что судить. А вот теперь представим себе ситуацию. Вот здесь такая записка пришла. Почему Бог допускает столько трудностей и столько скорбей в жизни человека? Вот представьте, живет человек, у него грех есть. Он, например, часто обманывает. И так ловко у него все получается, что никто об этом не знает. Мальчик так наловчился, знаете, у него все так и все, и никто не придерется. А Бог знает, что у него в жизни грех. И если он с этим грехом умрет, его надо будет судить в вечности, и он должен будет умирать в вечности, и в ад пойдет, вот за этот грех. Но Бог же не хочет, чтобы этот мальчик в ад пошел. И он что делает? Он вот на этой земле, вот здесь на этой земле, посылает ему какую-то болезнь, или переживание, или скорбь. И человек попадает в эти переживания и думает, а за что Бог меня это сделал? Наверное, за то, что я обманываю. И что он делает? Идет и исповедует грех. Кается в нем, убирает его. И поэтому грех убран, и не за что его судить в будущем. Поэтому, друзья, когда в нашей жизни Бог нас судит здесь, на земле, это тоже проявление его любви. Он таким образом нам говорит, я не хочу, чтобы ты там в вечности вечно страдал, поэтому я тебя здесь буду судить. Поболеешь дней 10-15, но зато в вечности будешь радоваться. Один брат мне рассказал такую историю, ну я не спросил его разрешение это рассказывать, но расскажу, имя просто не буду называть. Он говорит, что однажды на вечерю, надо было участвовать в вечере, а написано, кто ест и пьет хлеб и вино недостойно. Помните такой текст? Что этого человека ожидает? Наказание Божие. И вот он согрешил дома утром, а на собрание пришел и думает, вот участвовать в вечере или нет. А вот не поучаствуешь в вечере, скажет, о, согрешил, наверное, стыдно как-то, а поучаствовать, ну вроде против слова, и решил поучаствовать. И говорит, он поучаствовал и сразу же почувствовал температуру, вот сразу же, в эту же секунду, или там через какое-то время. Пришел домой и слег, и болел несколько дней. Друзья, вот как вы думаете, вот это наказание Божие, это любовь или жестокость? Как вы думаете? Это любовь. Потому что Бог не хочет, чтобы вот этот грех укоренялся в человеке. Друзья, и теперь я перехожу к последней мысли, и самой главной. А потом скажу основное, что я хотел сказать. Итак, друзья, есть суд большой, который постигнет всю вселенную, и все люди будут страдать, но Бог не желает, чтобы мы туда попали, Он нас здесь наказывает, чтобы мы здесь, здесь могли исправить свои грехи, и туда не пойти, на тот суд. Друзья, ну вопрос, а хотим ли мы, чтобы здесь судил нас Бог, или не хотим? Можно, есть ли способ не только избежать того суда, который будет в будущем, но есть ли способ избежать и вот этого суда здесь на земле? Есть способ или нет? Как вы считаете? Знаете, какой способ? Написано, если бы судили сами себя, то даже этого второго суда бы не было. Если бы судили сами себя. Друзья, есть третий суд. В этом суде, в третьем суде, обвинителем выступает сам человек. Он говорит, я виноват. И если человек сам себя обвиняет, то в этом случае Богу не надо его наказывать здесь на земле. А раз его не надо наказывать здесь на земле, то его не надо наказывать и в вечности. Друзья, что я хотел, чтобы вы запомнили? Сейчас мы еще пару примеров приведем и будем приглашать к молитве. Но что я хочу, чтобы вы запомнили? Вы запомните на всю свою жизнь. Есть три суда. Первый суд. Я сужу сам себя. Если я не буду судить сам себя, меня будет судить Бог здесь на земле. Если я буду сопротивляться судам Божьим здесь на земле, меня будет судить Бог в вечности. Вот три последовательности. Давайте вспомним такого человека, как их звали Ахан. Вот он согрешил. Ему понравилась сенарская одежда, ему золото понравилось. Он это взял, спрятал в шатре. Он согрешил. Друзья, он не сделал ничего не свойственного человеку. Многие люди могут согрешить. Даже таким грехом, как воровство. Бывает такое. Но Бог сказал, я знаю, что кто-то из вас согрешил. Вы должны покаяться. Если бы Ахан сказал, это я виноват. Я виноват. Я согрешил. Если бы он пошел к Моисею, к Арону, сказал, мужи, братья, я впал в искушение. Прошу прощения. Мне полюбилась одежда. Я ее взял. Я навел грех на весь народ из Азии. Простите, пожалуйста. Встал бы на колени. Поплакал бы. Как вы думаете, что бы случилось? Ну, сказали, Бахан, ну ладно, ну что же, грех сделал. Ну, за грех жертву принеси. Вот, игненка там, еще что-то. И все. Друзья, но Ахан не хотел судить сам себя. Не хотел. Он думал, никто не заметит. Никто никогда не узнает. Друзья, был еще один человек. Его звали Давид. Вот Давид, друзья, иногда грешил, ну, не меньше, чем Ахан. Но вы знаете, как каялся Давид? Вот Давид приходит, у вас есть в церкви регент? Вот приходит, вот представьте, ну, например, Курганинск, большая, самая большая церковь в нашем крае, да? Там 400 членов церкви, или сколько членов церкви в Курганинске сейчас? Да, вот около того. Вот 400 членов церкви. Большой хор. Собирается, до 500-600 человек людей собирается, наверное, на воскресное собрание. На молодежное общение там больше тысячи человек собралось. И вот хор будет петь. И вот приходит Давид и говорит начальнику хора, слушай, я сильно согрешил, очень сильно согрешил. Я вчера так каялся, что даже стих написал и песню, что я согрешил. Вот разучи с хором эту песню. И когда будет собрание большое, спойте песню про то, как я согрешил и как я каюсь. Друзья, кто бы из вас хотел, чтобы о вашей грехе все узнали? Кто бы хотел? Вот Иуда грешил, и он думал, никто не узнает. Никто. А хан грешил, и он думает, ну смотри, сколько народу вокруг. Как догадаются, что это я взял? На этой войне, в этом городе были тысячи людей. Как догадаются? Не буду судить сам себя. Буду терпеть до последнего. И вот предстояние раз, и предстояние два, и все нормально. Друзья, потом Бог указал, он осудил его, и он вечно погиб. Друзья, суд сам себя. Я виноват. Это я сделал. Я грех совершил. Я вот это совершил, я вот это совершил. Человек добровольно, без принуждения, как Давид в 50-м столбе, он говорит, единому тебе согрешил я. Я согрешил. Никто его не заставлял каяться. Он царь, кто его заставит? Его сам он заставлял каяться. Друзья, и если мы, если вы, точнее, с детства, вот с этого возраста, вам по 12 лет, по 13, по 14, по 15 лет, если вы с этого возраста научитесь судить сами себя, если произошла конфликтная ситуация какая-то, я виноват. Если грех совершил, пошли к служителю, к родителям, я согрешил, я виноват. Если вы научитесь обличать сами себя и судить сами себя, а не оправдывать. Знаете, как часто человек бывает? Он начинает оправдывать. Я, конечно, где-то виноват, но на самом деле это он виноват. Это он меня к этому подтолкнул. Или я этого не делал. А если делал, то не так сильно, как кажется. Друзья, человек готов себя оправдывать. И тогда Богу приходится судить его, чтобы он осознал свой грех. Друзья, вот я задам вам вопрос. Какой из этих трех видов наказаний, трех видов судов, судит сам себя, осуждается с миром, или осуждается, осуждается, точнее, в мире здесь, на земле, или осуждается с миром вечности? Какой из этих судов самый простой? Первый. Друзья, первый самый простой. Легче всего, согласитесь, да? Ну, осудил сам себя, ну, признал свою вину, подошел к человеку, просил прощения. Все. На этом все закончилось. Никаких последствий. Друзья, второй суд куда сложнее. Придется поболеть, придется испытать скорби, придется лишиться каких-то вещей. Бог будет судить, это болезненно. То есть, третий вид суда самый тяжелый, вечно тяжелый. Поэтому, зачем доводить себя до этих? Лучше научиться судить самих себя здесь, сейчас, без всякого принуждения. Друзья, это самый большой секрет жизни человека. Человек, если смиряется пред Богом, то этому смиренному человеку, который судит сам себя, Бог что дает? Благодать. Он говорит, хорошо, я не буду тебя судить. Ты сам себя судил довольно искренне. Я вижу твое раскаяние, этого достаточно. Не надо ничего большего. Друзья, Давид жил такой жизнью, жизнью покаяния. И Бог говорит про Давида, это человек по сердцу моему, потому что он человек искренний и кается. И вот наше забрание заканчивается, уже время половины шестого. Объясните, вопросы подсказали. Объясните, пожалуйста, Бог сказал, каждый человек даст отчет за свои дела, а вы сказали, что верующие в Бога на суд не попадут. Как это понять? Объясните, пожалуйста. Вы знаете, друзья, вот иногда, я короткий пример, немножко как бы в сторону, возможно, вас покажется в сторону, а потом отвечу. Вот иногда меня спрашивают, Денис, а вот если ты случайно умрешь, ты где будешь? В аду или в раю? Знаете, как я на этот вопрос отвечаю всегда? Я случайно не умру. Друзья, вот жизнь верующего человека в чьей руке? В Божьей. Друзья, вот бывает человек едет на машине, верующий человек и разбился. Бывает такое или нет? Это случайно или нет? Бог усмотрел. Вот неверующий человек, да, он может случайно умереть. Написано, любящим Бога, призванным по его завалению, все содействует к благу. Если мы любим Бога, если мы верующие, друзья, вся наша жизнь это под его защитой, под его рукой. Он управляет нашими обстоятельствами, мы случайно не умираем. Поэтому, друзья, если в нашей жизни есть дела, за которые мы должны будем дать отчет, такие дела, которые заслуживают осуждения к вечной погибели, Бог просто не даст нам с этими делами. Он поставит нас в условия, где мы эти дела осудим, признаем их негодными, покаемся в них. И Бог, друзья, вот был такой случай, одна бабушка, ей лет уже, ну я бы сказал, 200, наверное, вот, но за 100 или там 90, она умирает, она умирает уже несколько месяцев и никак не умрет. И вот, и врачи, и уже родственники хотят, чтобы она умерла, и она сама уже хочет, чтобы он умерел, уже мучается человек. И вы знаете, но она верующая, и вдруг в эту местность попадает служитель церкви, она ему исповедуется в грехе, который ее мучил. Он только ушел, она умерла. Почему она столько месяцев жила, как вы думаете? Бог ждал, когда она осудит свой грех, но он не давал ей смерти. Но если бы служитель пришел, если бы служитель пришел, и она бы не исповедовала свой грех, а подумала, ну у него же никто не знает об этом грехе, она бы все равно умерла, и вот за это она бы дала отчет. Бог ей дал возможность осудить грех, но она им не воспользовалась. Эта бабушка воспользовалась, и Бог ее приготовил к вечности. Да, написано, каждый даст отчет за свои дела. Друзья, но здесь не идет речь о делах к погибели, потому что если мы дети Божьи, если мы верующие, то Бог нас будет вести по жизни таким образом, чтобы у нас не было этих дел к погибели. Он будет удалять у нас это, если мы только сами не будем этому сопротивляться. Если мы останемся на суд, мы пойдем в ад. Сто процентов. Человек, друзья, вот о том суде, о котором я говорил, вечный суд, там нет оправдания. Написано, там Бог придет в пламенеющем огне всех непокорившихся Богу, а эти непокорившиеся Богу могут здесь сидеть, Бог призывает, а человек не покоряется Богу. Все эти приказы, он в вечной погибели. Это не суд, на котором может быть оправдание. Суд, на котором может быть оправдание, совершается здесь, на земле. Вечности такого суда уже нет. Поэтому, друзья, наша задача с вами на земле воспользоваться милостью Божьей и не попасть на этот суд. Иногда, знаете, как говорят, иногда говорят, ну вот сейчас вот церковь возьмется, Великая Скорость начнется, и там мне голову отрежут, и я буду спасенный. Друзья, это не надо так думать. Здесь время благодатное, время спасения прямо сейчас. Вот суди сам себя, признавайся виновным пред Богом, Бог тебя оправдает, и ты на суд не пойдешь. Еще раз короткий пример. Вот меня вызывает в суд, и у меня вариант, меня там могут оправдать, а могут нет. Или второй вариант, меня вообще туда не ходить, и точно мне ничего не будет. Каким вариантом вы воспользуетесь? Ну зачем туда вообще идти? Друзья, Бог нам предлагает вообще туда не ходить, на этот суд, потому что этот суд для нечестивых, не покорившихся Богу. Ну вот еще, а может на том суде были те, кто пойдет в рай. Нет, такого не может быть. Написано, что каждый даст отчет. Друзья, есть еще другие тексты Священного Писания, которые говорят о том, что уже спасенные, верующие, там на небе, они дадут отчет о том, что они делали. Но это не отчет к осуждению. Это другое, что-то помните, была притча такая, когда один господин, уходя, раздал таланты, помните, да? И вот один человек спрятал свой талант, закопал его там в какой-то там платочек, и он вернул его. И вот этот человек, за то, что он не покорился по велению господина, за то, что он не стал выполнять волю господина, он был брошен во тьму внешнюю, там плачет, скрежет зубов. А вот еще трое, которым дали, которые один принес 10, потом 5, потом 3, но неважно. Вот еще трое. У них был отчет. Один давал отчет за свои 10, другой давал отчет за свои 5, третий давал отчет за свои 3, там может быть еще были люди, которые за 2 давали или за другие. Друзья, они давали отчет, и каждый получил свою награду, но никто из них не был брошен во тьму внешнюю. Кому-то дали 10 награду, кому-то 5 награду, но все они остались при господине своем. Я примерно понимаю, так и у нас. Если мы выйдем из подволи господина нашего Христа, если мы будем сопротивляться его действованию в нашей жизни, мы будем брошены туда, где нечестивые, не покорившиеся Богу находятся. Если мы любим Бога, если мы ждем Его, друзья, да, будет отчет, но это будет отчет радости. Кто-то сделал больше, кто-то сделал меньше. Павел говорит апостолу, я больше всех потрудился. Друзья, но это же не означает, что Петр или кто потрудился меньше Павла, они менее радостны будут. Итак, друзья, отчет отчетом, а суд судом. И наша с вами задача воспользоваться возможностью, чтобы нам не быть осужденными с миром. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, не хотите быть осужденными с миром? Есть вариант. Бог будет вас судить на земле. Не хотите и этого суда? Есть еще один вариант. Судите сами себя. Будете судить сами себя, и все это будет, вы избежите всех этих проблем и будете здесь в мире. Друзья, и суд над собой называется покаянием. Для покаяния в жизни бывает большое покаяние, первое покаяние, когда человек получает возрождение. Покаяние в жизни бывает и после возрождения, когда человек согрешает, он должен смириться пред Богом, покаяться. Друзья, и еще суд над собой называется исповедание. Я очень рекомендую, друзья, чтобы вы с детства Вполне нормально с 10 лет, но здесь, наверное, таких нет, с 12 лет. Вполне нормально, чтобы вы научились и взяли себе за правило периодические беседы со служителем, с исповеданием. Это хорошая, нормальная практика. Когда человек переоценивает свою жизнь и в беседе со служителем исповедует, осуждая грехи свои. Друзья, в этом случае он избежит массы проблем. Богу не придется действовать с ним силовыми методами, потому что он уже себя осудил. Друзья, давайте мы сейчас споем один куплет. Гимна, который братья предложат. Сейчас у меня просто сборника перед собой нет. И во время пения этого гимна те из нас, кто испытывает в сердце потребность покаяния, вы можете выйти вперед, мы дадим вам возможность помолиться. Друзья, у нас правило такое, чтобы сразу был порядок. Кто помолился, сразу встает и идете обратно, чтобы было в другим место. Друзья, но в вашем возрасте мы эту тему, что рожденный свыше человек, мы говорили, необходимо, чтобы рождение свыше имел. Мы говорили, что он говорит правду, что он любит рожденных от него, что он борется с грехом. И сейчас тема рожденный свыше судит сам себя, эта тема не для молодежи, эта тема для подростков. В вашем возрасте вполне реально получить рождение свыше. Мы слышали, как один брат свидетельствовал, что он в 13 лет получил, другой брат свидетельствовал, что в 11 лет получил. Брат Андрей Антонюк не говорил, но он тоже в раннем возрасте, там что-то лет около 9, наверное, да, и так далее, или в 10 получил возрождение свыше. Друзья, масса людей, служителей Божьих, могут засвидетельствовать, что именно в этом возрасте они сделали тот шаг, который потом, впоследствии, освободил их от необходимости являться на тот суд, который мы прочитали и который является судом страшным. Встанем и будем петь этот гимн. Кто желает покаяться, вы можете выходить вперед и совершать молитву покаяния. Продолжение следует...